Всем здравствуйте! Я Настя Гусева, юный эколог. Существует много экологических проблем. Климат меняется, животных меньше становится, мусора много, свалок. А утилизации переработки мало, недостаточно. Вот смотрите, я открывал компьютер, а там просто обычные видосы. И меня из-за этого надо приходиться искать, смотреть, изучать антропогенную деятельность человека, уменьшение биоразнообразия. Уменьшается, то есть в красной книге, вот почитайте обязательно, самая интересная книжка это красная книга. А сейчас я хочу поговорить о хорошем, о том как спасти экологию. Вот я сейчас участвовала в международном детском конкурсе. Называется «Экология – дело каждого». И я придумала для решения экологических проблем детский экологический кодекс. А чем он прикольный? Он международный, еще он на сайте. То есть не надо тратить бумагу. Бумага – это дерево. А в чем суть этого детского экологического кодекса? В том, что дети могут войти в этот детский экологический кодекс, там, на компьютере, там, на телефоне или на часах даже. И тогда они посмотрят его, прочитают его. Даже речь будет лучше. И даже своих родителей предупредят, чтобы они не разбрасывали вот эти курюки, чем вот это курят. Курить это не только вред земле, но и человеку. Я там смотрела, оказывается, если мы курим, там, вдыхаем это все, то у нас легкие все как бы становятся черные. А легкие – это самое важное. И сердце, и легкие – это все наши органы важны, важны для людей. И не зря говорят, что экология начинается с малого, с себя. Сейчас этот детский экологический кодекс международный на сайте, я его строю, обустраиваю. Этот кодекс не для того, чтобы вот это общаться тра-ля-ля-ля-ля. А для того, чтобы спасти нашу экологию, надо объединяться. Людям надо объединяться, чтобы они все исправлялись. Мусор убрали, фильтр поставили на заводы. Ну, это очень много денег, но зато можно потратить за экологию. И наши потомки будут благодарны нам. Вот приведу пример. Я вот вижу мальчика, спасая этого мужского тигра. Он самый большой. Самый большой. Этот мальчик молодец. Все дети будут видеть это и тоже спасать. Мы должны, смотрите, как сделать. Вот за животное, видите, утки там, мандаринка, утка-мандаринка там, выхухоль, красные волки. Ну, нарвало даже. Надо действовать. Надо обязательно нам всем объединяться, спасать экологию. Это не только в одной стране там, например, в России. Не только. Это и в Китае. Везде будет этот детский экологический кодекс. Везде. Во всех странах. Поэтому он международный детский экологический кодекс. Именно детский международный. Этот детский экологический кодекс международный поможет спасти нашу планету. И я надеюсь, даже думаю и хочу, чтобы все страны поддержали это. Все, спасибо, что вы меня выслушали. Ну, ладно. Я пошла дальше обустраивать свой детский экологический международный кодекс. Игорь Негода. Игорь Негода. Это игорь Негода. Вот это игорь Негода. Продолжение следует...